Профессия врача всегда была престижна и востребованная. С приходом пандемии она стала просто незаменимой. Работать на пределе возможного, спасать других людей, может не каждый. И бороться с невидимым врагом, с опасными болезнями, под силу только людям, которые верны клятве Гиппократа. Одним из пунктов, который гласит честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умению предупреждению и лечению заболевания, сохранению и укреплению здоровья человека. В период пандемии наши врачи спасали, помогали, поддерживали. Мы, когда вступали в ковид больше года назад, мы думали, что это пройдет за несколько месяцев. Не проходит, снова не проходит, снова думаем, что мы не знаем, сколько это будет длиться. И все прогнозы уже давным-давно разлетелись в пух и прах. Поэтому просто христианское смирение, наверное, позволило многим из наших работников принять это как должно. Также есть такие условия, нам такие задачи ставят, надо их выполнять. Вот и все. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн приехал к медицинским работникам Брестской городской больницы номер 2, чтобы выразить слова признательности и благодарности, а также наградить их патриаршами, экзаршами и архиерейскими наградами. Такой чести удостоилось порядка 40 человек. Это врачи, медсестры, младший медперсонал. Все те, кто был на передовой, продолжают самоотверженную борьбу с вирусом, кто служит ближнему своему. Служение ближнему – это заповедь Божия, это задача каждого из нас, это необходимость каждого, даже не задача, а необходимость наша. Мы живем на земле все вместе, мы нуждаемся в помощи друг друга. Кто-то учитель, кто-то врач, кто-то пашет землю, кто-то убирает урожай, кто-то учит и так далее. Поэтому мы дополняем друг друга, мы исполняем то, что повелел нам Господь для жизни, для общежительной жизни здесь на земле. Уже больше года врачи проходят испытания на прочность, но не сдаются. Им сложно, но благодарность, которую получили медицинские работники, освященнослужители и церкви, станет поддержкой и благословением в их непростом деле. Попали в очень, скажем так, неординарную, трудную ситуацию, когда пришел во всем мире коронавирус. В первую очередь, скажем так, это та вещь была, которая для нас неизвестна. Очень многое до протяжения 2020 года менялось, к очень многому мы привыкали. И самое главное, что мы столкнулись с тем, что должны были оказывать медицинскую помощь, не снижая тех объемов, которые уже, как говорится, были сформированы. И при этом выполнять всю нарастающую и нарастающую нагрузку, связанную с коронавирусной инфекцией. Было непросто, но до сих пор все эти люди продолжают трудиться на пределе своих возможностей, проявляя недюжинную стойкость и силу характера.